Добрый вечер. Сегодня стало известно о смерти выдающегося актера и добрейшего человека Михаила Михайловича Державина. На момент смерти Михаила Державину был 81 год. За время своей творческой карьеры, кроме активной театральной деятельности, актер сыграл во множестве известных фильмов, а также выступал в роли ведущего различных юмористических передач. Михаил Державин удостоился самых высоких государственных наград за вклад в развитие культуры родной страны. Среди своих друзей и коллег артист славился добротой, а также искрометным чувством юмора. Я присоединяюсь к миллионам поклонников Михаила Державина, спешащих выразить соболезнования вдове актера. В 1936 году в знаменитой семье Державина родился сын Михаил. Его отец – народный артист РСФСР Михаил Степанович Державин, а мама – Ираида Ивановна. Жил Михаил Михайлович в Москве на одной улице с известными актерами и художниками, на улице имени Вахтангова. В соседнем подъезде находилось театральное училище имени Щукина. Все жившие в этом доме дети не представляли себе иного мира, кроме театра. В 1954 году ни для кого не стало удивлением, что Михаил Державин поступил в театральное училище. Он выбрал Щуку. Именно так называют по сей день известное училище имени Щукина. После окончания которого с 1959 года работал в Московском театре имени Ленинского комсомола. В 1965 году перешел в театр на Малой Бронной, а с 1968 года по настоящее время работал в Московском театре Сатиры. Широкую известность Михаил Державин получил благодаря советскому шоу «Кабачок. 13 стульев». Идея этой передачи принадлежала актеру Александру Белявскому, который часто посещал Польшу, где снимался в фильмах. Он же сначала и был ведущим «Кабачка». Затем его сменил Андрей Миронов, а после Миронова неизменным ведущим стал Михаил Державин. «Кабачок. 13 стульев» – юмористическая передача советского телевидения, действие которой по сюжету происходило в польском ресторанчике. За всегда таями «Кабачка» были пан-директор, пан-вотруба, пан-зюзя, пан-спортсмен, пани-моника, пан-профессор и другие, которых играли в основном артисты театра сатиры. Они ввели смешные диалоги и пели под фонограмму песни исполнителей социалистических стран. Передача выходила в эфир с 1966 года по 1981 год и имела огромную популярность. А ее участников чаще называли по имени персонажей «Кабачка», чем собственными именами. Большим ее любителем был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, по возможности не пропускавший ни одной серии. В 1979 году к Михаилу Михайловичу наконец пришел долгожданный успех в кино. Вместе с Александром Ширвиндтом и Андреем Мироновым они составили потрясающее трио в комедии Наума Бирмана «Трое в лодке, не считая собаки». В 80-х годах Михаил Михайлович работал в основном в театре, но тем не менее снялся в нескольких фильмах и телеспектаклях, таких как «Следствие ведут знатоки», «Зимний вечер в Гаграх» и «Джамайка». В 90-е годы Державин опять стал сниматься в кино. Особенно часто работал у режиссера Анатолия Эрамджана. Снялся в его картинах «Бабник», «Моя морячка», «Жених из Майами», «Третий не лишний», «Импотент», «Ночной визит». В 2000-е также продолжал сниматься и снялся в фильмах «Агент в мини-юбке», «Старые клячи», «Мексиканский вояж Степаныча», «Криминальный блюз» и других картинах. 82-летний Валентин Иосифович Гафт рассказал про ушедшего сегодня после тяжелой и продолжительной болезни коллегу народного артиста России Михаила Державина. «Очень грустно и печально. С этим смириться трудно. Но такова жизнь. Я Мишу очень любил за то, что он исключительно талантливый и исключительно скромный человек. «Отрадно, что мы с ним современники», — приводит слова Гафта РЕН-ТВ. Он добавил, что Михаил Михайлович мог сделать то, что никто другой сделать не мог, и чувствовал время. «Это умение шутить, не оскорбляя, это искусство. Без всякой пошлости, но шутить остро», — отметил артист. По словам вдовы Державина Роксана Бабаян, прощание пройдет 15 января в Театре Сатиры, где Михаил Михайлович служил с 1968 года. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.